Исти, дядя Бома, дядя Бома, не отставай от нас. Богатырь – это не только название клуба спортивной борьбы, но и сущность его воспитанников. Некоторое время назад в рядах борцовской молодежи случилось прибавление, на этот раз неожиданное. С тренером клуба Игорем пенсионер Владимир Соколов познакомился случайно на улице. Но уже через несколько дней он не просто подружился с ребятами из клуба, но и стал частью их коллектива. А тренируется теперь постоянно. Время позволяет, да и настроение есть. Ну, энергию почувствовал, возраст, желание что-то делать. В моем возрасте уже на пятистерике лежал. Ну, зарядку в полутра вделал. Водой обтираю, халам. Вот, заход и бросок. Начиная с малого, Владимир снова вспоминает достижения молодости. Пенсионер говорит на его счету второй разряд по гимнастике, второй по вольной борьбе и третий по шахматам. Когда вновь начал заниматься, понял, что только тренировок в зале ему уже недостаточно. Поэтому и дома его ждут гиря и гантели. Тренер клуба успехами своего нового ученика не просто доволен. Его силе, духа и желанию может и молодежь позавидовать. Наша гордость есть. Зовут дядя Вова. Ему под 70 лет. Ну, делают такие все, даже молодые завидуют. Мы иногда даже глаза такие делаем, как будто увидели 100 таких богатырей. Молодые не только завидуют, но и поддерживают Владимира в его начинаниях. От этого дядя Вова, говорит, тренер словно молодеет, сбрасывая десятки лет. Правда, к примеру Владимира следуют немногие его ровесники. В зале обычно рядом с молодежью он один такой. А вот сам пенсионер больше озабочен тем, как завлечь на тренировки молодежь. Я думаю, вроде физкультуры надо грамотно проводить. Сроку физкультуры, гимнастики, чтобы занимать, бортс-пенбол играли. Не менее важно, по словам пенсионера, следить и за питанием. В его рацион входят мясо, курица, рыба, молоко, яйца. Конечно, выигрывать турниры уже не в планах Владимира, у него свои. Быть в форме еще долгие годы. Кстати, по его примеру, спортом занялись внуки. Правда, их выбор пал на карате. Ну а наш герой будет счастлив, если его возвращение в спорт вдохновит и других представителей старшего поколения. На бичи полежать еще успеют. Татьяна Голубева, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.